МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня, как обычно, мы расскажем вам о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Ну что ж, кажется, Рязань наконец очнулась ото сна, в котором пребывала весь январь и добрая часть февраля. И на этой неделе на нас буквально обрушился шквал самых разнообразных событий. Так Рязанский театр драмы порадовал публику премьерой. Спектакль для думающего зрителя посетила и наша съемочная группа. Фантастика на театральной сцене явление необычное и непривычное, особенно для рязанского зрителя. Но режиссера Максима Ларина это не испугало. Тяга к экспериментам и любовь к научной фантастике определили выбор произведения для постановки. И вот перед нами на малой сцене театра драмы «Солярис» Станислава Лема. Сюжет этого фантастического романа многим известен благодаря экранизации Андрея Тарковского. На научной станции, исследующей планету двух солнц Солярис, происходят странные события, в результате которых погибает один из ученых. Крис Келлин прилетает на станцию с целью разобраться в происходящем, однако и сам сталкивается с необъяснимыми явлениями. Конечно, возможности киноиндустрии гораздо шире, чем возможности театра. Космос, живые воды океана Солярис, научная станция, на сцене нет необходимости с точностью все это воспроизводить. Оказалось, достаточно одной декорации, грамотной делящей пространства и дающей полет фантазии зрителя. Именно таким и был замысел режиссера, и именно такие задачи ставились перед художником-декоратором. Я сразу сказал, что это не бытовая декорация, что мне нужна некая конструкция, которая будет метафорой и космоса, и души, и самой планеты. И все это объединить в нечто небытовое. Но, слава Богу, я считаю, что все удалось в этом отношении. В спектакле задействовано всего четыре актера. В их игре глубокая философия и сложный психологизм, заложенные Лемом и воплощенные Максимом Ларином. По его словам, думающий зритель, а именно для такого зрителя и поставлен Солярис, на сцене увидит разговор о космосе и о душе. Душа – это понимание человека себя, понимание близких людей к нам, осознание своей жизни, осознание своих поступков, ответ за свои поступки. И все это плюс еще на фоне контакта со мной с цивилизацией. Разговор о душе требует небольших расстояний и очень близкого контакта между актером и зрителем. Именно поэтому Солярис будет идти на малой сцене Рязанского театра драмы. Тем временем в Рязанском театре «Кукол» тоже готовится к премьере, которая состоится в начале марта. Спектакль по мотивам юмористических рассказов Антона Чехова ставит уже известный рязанскому зрителю режиссер Олег Жукжда. В противовес тяжелому философскому спектаклю и наказанию в этот раз Олег Жукжда предложил поставить на сцене Рязанского театра «Кукол» шутки и рассказы Антона Чехова. Руководство театра с удовольствием согласилось, но артисты с не меньшим удовольствием приступили к репетициям. Это отдельные миниатюры, объединенные общей темой. Спектакль называется «Снился мне сад в подвенечном уборе». Так что тема свадьбы, замужества, семьи, она будет такой красной нитью проходить через весь спектакль. В постановке зритель увидит как игру драматическую, так и самые разнообразные куклы. От совсем маленьких, не более 10 сантиметров, до очень больших, выше человеческого роста. Все это будет сопровождаться живой музыкой, романсами в исполнении самих актеров и, конечно же, тонким чеховским юмором. Я думаю, что вдумываться в шутки, как бы, так сказать, достаточно неблагодарное занятие, потому что они от этого перестают быть шутками просто. Шутки надо так вот сразу воспринимать. Другое дело, что, конечно, уровень Чехова, который предлагает достаточно интеллигентные шутки, вот, а не ниже пояса, как сейчас принято, вот, то есть это на достаточно приличного зрителя, а не для того, который пришел, там надо рвать животик. Но и приличный зритель, по словам Олега Жукжды, изрядно повеселится. Во всяком случае, актеры, читая свои роли, не могли удержаться от смеха. Напомним, что премьера намечена на начало марта, так что следите за афишей. В минувшие дни, я думаю, было съедено немало блинов, как и положено на масленичной неделе. О традициях, связанных с этим временем, рязанским школьникам рассказывали в историко-архитектурном музее-заповеднике. То, что на масленицу принято печь блины и сжигать чучело, олицетворяющие зиму, знают даже дети. А вот более подробно рассказать о масленичных традициях сможет далеко не каждый взрослый. В Рязанском Кремле не только рассказывают, но и показывают, как праздновали масленицу в старину наши предки. В одной из музейных комнат, представляющей быт русских крестьян, все совсем как в деревенской избе. В такой обстановке легко представить, что машина времени перенесла нас на несколько веков назад. И вот нас встречает радушная хозяйка в традиционном русском праздничном наряде. Рассказывает о широкой масленице и даже разрешает заглянуть в свой сундук. Посмотрите, такие пояса и кушаки. Это ведь ее работа. И надев такой пояс, кушак под пояс, она показывает всем, насколько она рукодельная, какая она мастерица. А вот какие замечательные платки. Вот я бы сказала, барановские платки или полупосадские шари. Какие они яркие, праздничные. И очень хорошо идут к праздничному костюму русской женщины. Здесь школьники узнают о ряженых, которые гуляли по улицам в масленичные дни. О том, как делали масло и мололи муку для блинов. Здесь же им рассказывают о значении и названии каждого дня масленичной недели. Вот, например, вторник заигрыши. Ну, как бы, само название говорит за себя. Играли. Очень много игр было. Это и снежный ком, опять же, ручеек. Взятие снежного городка. Лепили снежных баб. Катались с гор на санях. Вот катание с гор имело вообще очень такое особое значение. Смотрели, если девушки катались, то какая из них съедет дальше, та быстрее выйдет замуж. Салазки, на которых катались девушки, ребята смогли увидеть в музейной экспозиции. Более того, им показали еще один предмет, на котором раньше катались совсем как на санках. А вот, чтобы хорошо родился лен, катались девчонки на донцах от пряло. Вы не катались на таком донце? Нет. Нет, но сейчас его уже редко где найдешь, только в музее. И вот какая девушка быстрее съедет на таком донце и дальше. Вот тот для нее родится лен, из которого долгими зимними вечерами напридут нити, откуда полотна сошьют красивую агер. В ручеек и снежный ком совсем как в старину поиграли и ребята. В процессе игры они загадывали загадки, пели песни и рассказывали стихи. Саша салатки свою погоняют, весело мчится на полном бегу. На бок салатки и Саша в снегу. Выбьется коза, растребляться шубка. Снег отрыхает, смеется голубка. Не до ворчани и няне седой, любит она ее смех молодой. Закончилась же интерактивная программа чаепитием с настоящими масленичными блинами. Мне понравилось, как мы играли в снежный ком. И, блин, мне очень понравились. Еще мне понравилось. Ну, мне, в общем, все понравилось. Все интересно. Нельзя вот так вот, чтобы прямо одно что-то выбрать. В ходе подобных игровых программ дети не только развлекаются и веселятся, но и узнают много нового о своих корнях и исконно русских традициях. Совсем скоро наступит настоящая весна. Ну, а пока не сошел снег и не пришло долгожданное тепло, создавайте себе весеннее настроение сами, окружая себя красивыми вещами и яркими красками. Окнуться в мир ярких красок и получить настоящее эстетическое удовольствие можно, посетив выставку в плену струящегося шелка. На ней представлены работы рязанской мастерицы Марины Виноградовой, выполненной в технике холодного батика. Яркие шарфы и платки, оригинальные туники и даже целые костюмы из настоящего шелка, расписанные невероятными цветочными узорами. Сложно представить, что все это – ручная работа, выполненная одним человеком в домашних условиях. Хотя училась этому искусству Марина Алексеевна на фабрике «Рязанские узоры», куда пришла работать сразу после окончания художественного училища. С тех пор прошло много лет, фабрики уже не существует, а мастерство, приобретенное в процессе работы, что Марина Виноградова пронесла через всю свою жизнь. Несмотря на разные мои дела, вот это всегда в голове как-то присутствует, не уходит никуда. И действительно в плену батика нахожусь до сих пор. Человеку, не посвященному искусство холодного батика, может показаться слишком сложным. Сначала шелковая ткань натягивается на подрамник. Затем на шелк наносится рисунок, контур которого обводится специальным раствором, удерживающим краску в нужных границах. Ну а затем идет процесс окрашивания. Лучше всего получается это на белом батике, потому что эти краски, они линовые, у них не существует белого красителя. Соответственно, мы как бы в основном, ну классический прием – это от светлого к темному, работа от светлого к темному. Вот. А потом технология такова, что нужно эту ткань запарить, чтобы краситель закрепился. Это под паром сухим 100 градусов. И затем обязательно стираем, потому что краситель уходит лишний. И уже потом утюгом, и дальнейшее уже там что-то шьется из этого, или шарфей, или изделия. В результате на шелке может появиться абсолютно любой узор. Но Марина Алексеевна чаще всего на своих изделиях изображает цветы. Цветы – это неиссякаемая, в общем-то, тема. Тем более и дача есть. И как-то хочется даже вот иногда свои цветы, которые там растут, даже хочется как-то их нарисовать. Со своими изделиями мастерица не раз принимала участие в конкурсах, фестивалях и модных показах, где ее искусство было оценено по достоинству. Познакомиться с работами Марины Виноградовой можете и вы, посетив выставку «В плену струящегося шелка», которая будет работать в библиотеке имени Сергея Есенина до 3 марта. А вот на выставке, открывшейся в художественном салоне «Палитра» можно познакомиться с великолепными пейзажами Средней Азии. Загадочный мир Средней Азии с узкими улочками маленьких городов и невероятными горными пейзажами, пропитанными горячим солнцем, предстает в картинах шерифа Одинаева. Молодой художник приехал в наш город два года назад. Здесь он продолжил обучение всем премудростям художественного искусства, основы которого он начал изучать еще дома, в Узбекистане, как только понял, что живопись – это его призвание. Я сначала больше любил рисовать горный пейзаж, потому что я родился в горных. Уже сейчас мне больше интересуется рисовать городские пейзажи, с сюжетом. На выставке «Живопись. Средняя Азия» представлены три работы шерифа, написанные в Рязани. На них изображен наш город, ставший для художника второй родины. Шериф хотел бы, чтобы люди, приходящие на выставку его работ, почувствовали, что, по сути, весь мир – это наша родина. Потому что мы должны сохранять всю нашу богатство, природу. Для меня вот так, что если человек рисует и не показывает своей картине, как будто он в талпе ходит, и никто не слышит. Увидеть удивительные пейзажи Самарканда и Бухары глазами человека, родившегося и выросшего на просторах Средней Азии, можно будет в художественном салоне «Палитра» до 27 февраля. Ну что ж, на сегодня это все, что мы хотели вам показать и рассказать. Увидимся вновь ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин